Хеса, дорогая, как огорчило меня письмо ваше, как душа болит, когда думаю о переезде вашем, хлопотах с этим связанных, но я не решаюсь вам посоветовать отделаться от всего юмором. Не лучше ли глазу? По поводу переезда знаю, что в этих случаях надо утешаться тем, что пожар, землетрясение, чума и так далее еще менее соблазнительны. Так я всегда говорила моему семейству на хорошовке. У них четырежды проделывали капитальный ремонт. У вас же это будет единственный раз. Ей-богу, этим стоит утешаться. Мне жаль, что меня не будет в это время в Москве. Я бы постаралась быть вам хоть чем-то полезной. Хеса, я получила аванс, с помощью которого отослала половину долгов, оставшуюся половину проживаю. В конце июня должна получить зарплату, из которой в первую очередь отправлю вам долг, если память не окончательно отшибла 80 рублей. При подписании договора сумма оказалась меньше обещанной. Милая моя, вы даже не подозреваете, на какую пытку я обрекла себя. От количества света плавятся мозги, от процесса творческого с помощью известного вам мэтра и под стать операторы и осветителей очень легко сойти с ума. Произнося текст, у меня ощущение, что жую грязную вату. Плюс недоброкачественная отечественная пленка, на которой, по словам кинодеятелей, снимать нельзя. Когда увидела кусок отснятого материала, упала со стула. Представьте гигантскую, лиловую задницу, посреди которой торчит мой нос. По ночам я кричу. Многое надо заново переснимать. Во время съемок молюсь помяни царя Давида и всю кротость его. Если этот опус еще не лебединая моя песнь, то снимусь еще в последний раз только в черно-белом каком-нибудь говне. Но, вернее всего, никогда сниматься не буду. В жизни всякого человека наступает такой день, такой час переоценок, когда содеянное прежде повторить немыслимо. И все-таки вспоминаю легкую жизнь и пошлого человечка Дормана как сладостный сон. До такой степени все, что здесь происходит, невероятно и не поддается описанию, поверьте мне. И конца этому нет. Простите, но кому еще я могу рассказать о моем отчаянии? Кому это интересно? А когда выйдет на экран это произведение? Ведь со стыда сгоришь. У Нади такое дурновкусие и упрямство, какое бывает только у недоровитых людей. Человечески она мне абсолютно чужая, а когда-то я к ней неплохо относилась. Представьте, как мне здесь одиноко. Ваши жалобы на истеричку погоду понимаю, сама являюсь жертвой климакса нашей планеты. Здесь в мае падал снег, потом была жара, потом наступили холода, а затем все это происходило в течение дня. Гостиница полна иностранцев. Столетние старушки носятся, как угорелые, в ресторане галдят на всех языках. Прислушиваюсь к разговорам и понимаю, что нет большего счастья, как обладание одной единственной извилиной в мозгу и большим количеством долларов. За номер я плачу сто рублей в месяц, суточных не получаю, расходы огромные. И вспоминается мне рассказ о старом евреи, который сидит на ступеньках вагоном чащегося поезда и причитает, «Боже мой, боже мой, сейчас кондуктор употребляет мою розочку за то, что упустил нас без билетов. Маленький Монечка написал в продукты, и вообще мы едем не в ту сторону. Простите, Хеса, большое и пустое письмо. Сейчас закончила второй том дневника Ганкуров. Советую прочитать. Это великолепное, чудесное и чистое жизнеописание. Очень интересная и такая нужная книга. Обнимаю крепко. Привет и расту. Ваша Фаина. Продолжение следует.